адмирал маркетс роман исаков здравствуйте коллеги индикатор pivot points один из самых популярных индикаторов для трейдинга его основе лежит работа от уровней поддержки и сопротивления каждый трейдер знает об уровнях поддержки и сопротивления если вы о них еще не знаете то смотрите ежедневно обзоры на нашем youtube-канале pivot points индикатор появился благодаря дэвиду чизу еще в двадцатых годах прошлого века и он до сих пор популярен среди трейдеров индикатор основывается на данных за предыдущий торговый период если говорить о торговле внутри дня то берутся данные за предыдущий торговый день и рабочие таймфреймы будут m5 m15 и h1 индикатор используется для торговли валютными парами и контрактами на разницу для фондового рынка он также отлично подойдет теперь давайте посмотрим как он рассчитывается для начала нам нужно найти ключевой уровень для его расчета мы суммируем максимальные минимальные значения за предыдущий торговый день прибавляем цену закрытия и делим на 3 сейчас вам не нужно считать каждый раз эти значения переходите по ссылке в описании скачивайте плагин и установить его на ваш метатрейдер на практике он будет выглядеть так 7 линий посередине находится ключевой уровень который обозначен буквами пи пи выше находятся три уровня сопротивления ниже 3 уровня поддержки если цена находится выше ключевого уровня то приоритет покупкам если ниже то продажа основной принцип трейдинга по индикатору заключается в том что цена движется от уровня к уровню если цена находится выше ключевого уровня то мы покупаем ближайшая цель это уровень r1 если цена находится ниже то мы продаем и ближайшая цель это уровень с 1 пока все просто давайте разбираться дальше. И чтобы было интереснее, добавим еще один индикатор, который называется стахастик. Он входит в стандартный набор метатрейдера. Давайте разберем на примере. Пара евро-доллар октябрь 2017 года. После открытия дня мы видим, что цена находится ниже ключевого уровня. Это сигнал к продажам. Также в качестве подтверждения мы видим две свечные модели, которые появляются вблизи этого уровня и подтверждают отбитие от него. Эти свечные модели называются падающая звезда и медвежьей поглощения. Далее мы смотрим на индикатор стахастик. Цена находится в зоне перекупленности, а это еще одно подтверждение, настроя двигаться вниз. Так что ставим стоп-лосс за сигнальную свечу, а тейк-профит на ближайший уровень поддержки. Не сложно? Еще бы. Это же график из прошлого. Давайте рассмотрим еще один пример. По золоту. Итак, начало торгов. Цена закрепляется выше опорного уровня и движется вверх к первому уровню сопротивления. По достижению первой линии сопротивления цена возвращается вновь к опорному уровню, пробивает его и движется ниже. Сначала к первому уровню поддержки S1, затем ко второму уровню поддержки S2. Далее следует разворот тренда и мы движемся к уровню R2. 7 пунктов для эффективного применения индикатора pivot points на практике. Расчет ведется за предыдущий торговый день. Рабочие таймфреймы это M5, M15 и H1. Если цена находится выше ключевого уровня, то в приоритете покупки. Если ниже, то продажа. В качестве подтверждающего индикатора мы можем использовать стохастик. Стоп-лосс устанавливается либо за сигнальную свечу, либо за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Цель по движению при продажах это уровень S1 при покупках R1. А какими индикаторами пользуетесь вы? Напишите нам об этом в комментариях. Не забывайте ставить стоп-лоссы и лайки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Адмирал Маркетс, Роман Исаков. Увидимся!